Друзья, я вас приветствую на канале Сложно Просто. Сегодня будем заканчивать каталог товаров. У нас остался буквально один метод и еще некоторое количество требований, которые мы не могли реализовать до того, как реализуем все остальные сущности управлениями. Посмотрим, что можно сделать. Может быть поговорим, может быть реализуем, может быть даже что-то удалим или наоборот допишем. Собственно говоря, вас призываю подписаться на канал, поставить лайки, комментарии и все такое. А также напоминаю, что есть так называемые Boosty 2, собственно говоря, колобонга. И в общем-то все новые видео будут выходить теперь там. Я вас призываю переключаться туда. В общем, там удобнее. Мне кажется, там интереснее будет. Посмотрим. Давайте переключимся в Visual Studio. Посмотрим, что у нас, собственно говоря, есть. Итак, друзья, какое-то время назад мы поговорили про то, что у нас должны быть какие-то правила для обработки тегов. И в связи с этим нам крут не потребуется, потому что при обновлении продукта у нас происходит автоматическая обработка тегов. То есть, если их не было, они создаются, если они не используются или используются в последний раз, удаляются. Поэтому я писать крут не буду. Поэтому этот пункт мы вычеркнем. И, собственно говоря, у нас остается GetCloud. Это так называемый метод, который генерирует облако из существующих методов. То есть, в зависимости от того, как часто используется тег, он делает его большего размера. Это делается при помощи CSS, но это на UI. А мы будем выдавать просто рейтинг этого тега, который можно будет в том числе и в CSS обработать. Давайте начнем с того, что создадим tags какой-нибудь endpoints. Ну и сразу же в этой же папке создадим tag endpoints, в котором, в общем-то, наследуется опять же этап definition. И давайте здесь сделаем тоже все по-красивому. Ну, теоретически мне нужно опять же сделать override application, где у меня есть app и здесь сказать, что app. Map. Ну, естественно, это будет get. И здесь указать образу и подобие. Так же, как мы указывали, например, как мы указывали, например, в endpoint-ах. Ну, давайте что, вот таким вот образом. Я там делал API. Давайте я вот так сделаю API. И здесь будет text. И здесь будет get.plot. Ну и, соответственно, мне нужно добавить этот метод. Так, говорит, я вот так сделаю. Как-то, когда я нажимал там. Нет, не сюда. Я сделаю по образу и подобие. Вот, например, просто скопирую. И сейчас покажу предыдущую реализацию, которую я немножко поправил. Вот таким вот образом. Так, это мне get. Здесь у меня будет text. Ну, не знаю, нет смысла, наверное, здесь спрашивать у пользователя. Логим пароль. Review нам здесь тоже, естественно, не потребуется. Operation Result. Ну, наверное, мы здесь будем выводить iEnumerable. Да, наверное, пусть будет iEnumerable и сущность, которая называется Cloud, вернее, Tag Cloud. Почему? Ну, на самом деле, потому что я открыл предыдущую реализацию. Давайте я вам покажу. И есть такая сущность, которая говорит, что у нас есть какое-то имя тега, которое используется столько раз, и потом на основании вот этого тега создается этот Cloud, который, в общем-то, выглядит вот где? Вот таким вот образом. На самом деле, здесь сложного ничего нет. Это мгновенные математические операции, которые там каким-то образом вращивают кластеры на основании точек деления. Ну, в общем, это нюансы. Я не буду говорить всякие глупости. Смотреть, как это реализовано или попробовать реализовать самостоятельно. Что здесь, собственно, происходит? Мы получаем все метки, которые есть у нас в базе данных, и считаем кластер разбитый. То есть градация будет состоять из десяти, допустим, размеров, которые могут быть указаны для тега, и, проверяя каждый из тегов, относим его к тому или иному, в зависимости от того, сколько раз он используется к кластеру, и на основании этого, в общем-то, все рисуется. Еще раз повторюсь, здесь, в общем-то, сложного ничего нет, но, в общем-то, вы можете открыть код и посмотреть. Я в прошлый раз реализовывал это как Cloud Service, наследник, реализация, и, наверное, я не буду здесь вот такие вот штуки всякие делать. Давайте для начала я возьму и создаем здесь, наверное, вот так вот, ViewModels папку, и вот этот вот тег-клауд все-таки перенесу в эту папку, которая называется TextViewModels, ну, чтобы она не мешалась в сервисе, конечно, хорошо, но если учесть, что это у меня был единственный сервис, вернее, интерфейс с его реализацией, больше он нигде никогда не использовался, я сделаю, в общем-то, этот квери, который будет использовать медиатор, который будет возвращать данные, и потом в любом другом месте можно каким-то образом это как-то дернуть и показать, что, собственно говоря, из себя представляет это облако. Ну, и, наверное, сразу же создам папку, которая называется queries, и, ну, давайте, наверное, тег, давайте сразу так, get-teg-cloud-request, вот такую штуку мы создадим, и напоминаю, что можно писать модный код, который уже, как бы, более приблизен к последним версиям dotnet, это будет record, теоретически его можно сделать re-only, ну, я не буду делать, и, соответственно, мне здесь, в общем-то, больше никаких параметров не нужно, кроме того, что я должен исследоваться iRequestMediator, я буду возвращать, как я уже сказал, operation-result iEnumerable-teg-cloud, в общем, чего и вам, operation-result, так, я где-то, operation, ну, конечно, опечатался, вот, ну, и, соответственно, мне также потребуется, вызов, хендлер для этого реквеста, пусть он выглядит примерно вот таким вот образом, это будет уже класс, называется, handler, iRequestHandler, да, вот так вот, для вот этого, и возвращать он будет operation-result iEnumerable-teg-cloud, ну, в общем, все так обычно, и ничего не меняется, все уже, как говорится, придумали за нас, поэтому давайте вот таким вот образом поступим. Ну, как я уже сказал, я не буду изобретать велосипед так, давайте лишнее позакрываем, здесь включим нужные необходимости, и здесь у нас будет называться get-cloud-request, и, наверное, мы должны сюда вернуть operation-result iEnumerable-teg-cloud, так, что-то не хватает, а, раз, два, три, так, вот так вот и должно быть, вот, собственно, к чему мы идем, нам не требуется пользователь, у нас, как бы, запрос выполняется какой-то отдельной страничке, и мы должны выдать результат тех самых публокомета. Ну, давайте перейдем к реализации, я опять же повторюсь, у меня есть код, который это делает, на самом деле, мне интерфейс вот этот теперь, в общем-то, не нужен, cloud-service я тоже никуда не собираюсь, в общем-то, мне нужен только unit.org, давайте с этого начнем, где мы, так, вот он, а здесь сделаем в конструкторе iUnitOfWork, нет, так вот, и создадим его вот таким вот образом, давайте даже вот так сделаем для красоты, а вот, дальше мне нужно взять, так, калькулятор мне точно не нужен, вот эту вот реализацию, ну, и, как вы понимаете, я ее простым, элементарным способом скопирую, потому что, потому что я когда-то давным-давно ее написал, и она, в отличие, работает, и это примерно будет выглядеть вот так, и, в общем-то, вы не поверите, ну, все готово. Ну, нет, обманул вас, здесь мы должны вернуть, что? Operation Result, ну, давайте там, Operation Result, Create Result, здесь у нас будет один номер 2, Tag Cloud, и, соответственно, ой, лишнее, вот таким вот образом мы гонем этот, собственно говоря, результат. Так, и у нас остается вот здесь поставить еще один знак, и мы можем переходить. Да, собственно говоря, уже все готово, осталось только, в общем-то, запустить и проверить, что это работает. Я напоминаю, что какое-то количество тегов уже нападил. Оп, какой большой, так. Проверим, да, работает. И теперь мы нашли метод GetCloud Execute Start Ну, и здесь он у нас, ага, смотрите. Так, ну, что я могу сказать про эту ошибку? Здесь, на самом деле, все очень просто. Мы когда, давайте я прямо покажу, мы когда делали настройку модели, когда она строится, мы говорили, что у нас для продукта автоматически подключаются теги, то есть AutoInclude, чтобы при запросе любого продукта автоматически к нему подключались теги. В данном варианте мы идем в обратную сторону, то есть мы получаем теги и, ну, в общем, давайте это починим по-быстрому. Вообще, это делается очень просто. Ignore AutoInclude Мы скажем, что нам не нужно ничего загружать, и давайте просто вот так Стоп и Restart. В общем, вот так это чинится, на всякий случай, имейте ввиду. Просто отключаем AutoInclude и она работает как в одну сторону, так, собственно говоря, и в другую сторону. То есть как для продукта, так и для тега. Ну, и здесь мы, как вы видите, увидели теги, которые чаще всего используются. TotalAccount 3, можно, кстати, их, наверное, OrderBus сделать. Ну, вот самый часто используемый тег 2, видимо. И, ну, в общем, здесь, по-моему, больше слов никаких не нужно. Все отлично работает. Давайте тогда наведем порядок. Этот Cloud Service, который предыдущая имплементация, который я передрал из предыдущей версии, из 2019, я вот это вот, собственно говоря, могу теперь удалить. Это у меня закончено. Здесь, наверное, тоже не особо нужно что еще сделать. Ну, в общем, наверное, на этот раз я закончу, потому что здесь дальше пойдут достаточно интересные вещи. Собственно говоря, здесь можно через медиатор всякий разным образом перехватывать нутрификации, включать и выключать товар. Давайте этим займемся в следующем видео. Я думал, что влезет в это, но не влезло. Пока. Вам всего доброго. И пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok